Просто, просто, мы маленькие взрослые, Бой вместе с нами, так, будь вместе с нами. Девять удельников, девять оригинальных номеров и девять светлых надей на перемогу у первшим туры конкурсу «Юная телезорка». Каждый из конкурсантов уже улепший по выниках попереднего этапа отборочного тура у Ветковском районе. Але переможцами станут только двое. Меня зовут Максим. Максим, почему ты хочешь быть телеведущим? Ну, потому что это... мне эта профессия очень нравится. Очень нравится? Ты давно понял, что ты хочешь быть телеведущим? Или только во время конкурса? Давно. Журы особливо уважливо оценивали промоуницкие оздольности конкурсантов. Але опошние имкнулись со шматбаково представить свои таленты. Кожный третий удельник продемонстровал добрый вокал. Где ты, где ты, мой ясный, а принятый талей был. Отборочный этап у конкурса «Юная телезорка» пройдут во всех районах Гомельской области. Полфинал кастингу отбудется в мае, а финальный галоконцерт – летом. Переможцы отримают шанс стать ведущим детячей телевизионной программы. А тому настрой конкурсантов самый серьезный. Я решила попробовать, попытаться. Вдруг получится. Все-таки шанс есть. Мне много учителей говорили, я найди на диктора, будешь ведущей, либо журналистом. Ну, не знаю, но я больше предпочитаю медицину. Если здесь получится, то попробую, конечно, в телевидении. Если нет, то попробую медицину. В некоторых случаях это можно совмещать с медицином. Да. Уличиваючи яскравые выступления детей, Журына в этот раз зарабила выключение с правил и вызначила трех переможцев. Шанс стать юной телезоркой по выниках конкурсу отримали Наталья Вакарчук, Ангелина Вахрамеева и Максим Варочкин.